Привет господа пчеловоды! Сегодня у нас 7 ноября. Я сегодня был на пасеке, утеплял пчел, потому что на следующей неделе уже будет снег и морозы больше чем минус 5. И сегодня я работал, также я сегодня поработал с детским садом, но у меня получилось так, что на полдороги телефон отключился из-за того, что очень холодно и сильно ветер дует. Идет микродождь, не то снег, не то дождь, и на полдороги у меня он отключился. Но, что бы я хотел подметить, так как вот сейчас матки, две матки сидели вот в таком бюро, вот в такой сетке, это сетка для почты, она вот в таком виде висела, и здесь был забитый корм. Вместе с матками были пчелки, и судя по тому, что корм уходит, значит их никто не кормит, или же кормят очень мало. Это вариант для теплых стран, вот этот вариант, когда вот в этих вы держите, и после того, как бесконтактные пчелы не должны сюда заходить, проходить, это лучше всего, и после того, как маток принимают, они кормят всех одинаково подряд. Но, так как уже холодно, и уже это последние работы, это уже, можно сказать, на 3-4 месяца, ну в декабре еще будет контроль, на... Я перенес их вот в такие вот, это цепляется на рамку, но у ней вот своя фишка есть, она открывается, и вот эти вот дырки, это уже 4,5, но я сверлю 5. Проблема в чем? Я вам уже рассказывал, что у нас... У меня пчелы, они нестандартные, есть и мелкие, есть и большие, поэтому большие, когда проходят, они могут застревать в этих дырках. Ходы эти уменьшаются. Есть вот маленькие, они удобные, но... В чем фишка? Так как ходы забиваются, то большая часть пчел уже перестает заходить к матери. А это очень плохо. В зиму проблема в том, что в зиму она должна заходить и выходить свободно, пчела. Потому что сейчас уже они становятся вялые, неподвижные, а зимой это еще будет. Чем сильнее морозы, тем больше вялые. Но! Вот когда вы... Вот какая разница между большой и маленькой? Вот эта большая, вот эта маленькая. Во-первых, вы сажаете не на ту рамку, где много пчел. Разницы нету. Много, мало. Вам необходимо взять ту рамку, которая полная с медом. А это обычная третья или же вторая рамка. Там, где у вас 10 улев, ой, 10 рамок, там вторая, или восьмая, седьмая, или третья. Но должна быть полная рамка. И когда вы матку... Вот вы же отсюда матку достаете. Вот матку достаете, ложите ее, вот эту рамку берете. Она у вас полномедная. Вот с этими... Там немножко есть, немного есть пчелы. И вот старайтесь сделать так, чтобы по вашему расчету клубень, где он больше будет... Так как вы наблюдательные, вы знаете, что есть, которые чаще всего садятся к передней части, а есть, которые садятся к задней части. Но по-любому в середине всегда есть пчела. И поэтому старайтесь как бы от середины чуть-чуть левее или чуть-чуть правее. Или ровно в середину. Так как вот с этими маленькими вы можете две матки зажимать на одной стороне, или три матки зажимать. Но проблема в том, что мед кончается. В чем фишка? Когда вы на рамку матку выкидываете, то еще вот так вот чуть-чуть пчел даете и закрываете ее. Почему эти пластмасски, чем они хорошие, вы их суете поглубже. Вот они вот отсюда у вас уходят. По 3-5 миллиметров они уходят вовнутрь. Вот так. И остается им 7-8 миллиметров для того, чтобы пчела заходила, выходила. И она питается медом. Здесь у ней на рамке мед, полномедная рамка. У меня мой лекарственный сироп, у вас это будет мед. И вот именно на меде, когда будут температуры минус 30, когда он замерзнет, я не знаю последствия. Едят они, не едят, могут есть. Так как у меня мягкий мед, и он при минус 40 текет, он реально текет, как вода. Чем сильнее температура, тем больше капли выделяются. И поэтому вот в этих вот мисочках очень быстро заканчивается мед. Ну через 2-3 месяца. И надо залазить, а это уже декабрь. Декабрь, январь. И вот берешь, вот так вот выдвигаешь, матку чуть-чуть толкаешь вперед, они вялые. Там нету такой резвости, как летом. Они все вялые. Но в чем удовольствие, вот эти пчелы, которые внутрь заходят, они с матерью там остаются и сидят. Кто-то умирает, кто-то нет, кто-то застревает вот в этих дырках. У меня вот здесь эти дырки 5 миллиметров, потому что моя пчела крупная. Мелкие легко проскакивают, а большие бывает, что из их пяти. Ну и опять-таки у меня проблема в том, что если матка сократится, то она через эту дырку выйдет. И тогда всех маток убьют. Но убивают они опять-таки, они не убивают их зимой. Никто никого не трегает до, за две недели до главного облета. Или три недели. Это в разных регионах, это, например, в теплых регионах, это март месяц. То разъединять их надо уже в феврале. Убирать маток в феврале. Когда еще морозы, когда минус 5. Есть температура минус 5. Ну вот 0 минус 5, вот в этих пределах вы разъединяете. Иначе та матка, которая выйдет, они ее, уже это общественный желудок, и они всех грохнут. А почему я держал в этих 3-2 матки вот в таком, а третий тоже искусственно слепленный из двух частей. Потому что там меда вот так наполовину было забито медом. Этот вариант, он зимой хорошо тоже работает, когда ты... Вот в таком еще лучше. Из двух частей собираешь их и ложишь наверх на шапку, там где пчелы ползают. Вот почему-то на шапке они всегда подвижные. А вот под шапкой туда вниз они всегда вялые, они медленные все. И поэтому я шапкой пользуюсь тем, что маток, когда ложишь наверх, то они сверху садятся. Во-первых, сверху туда залазят, там с маткой сидят, обогреваются. Бывали моменты, когда очень сильно сокращалась все-таки семья, и она сдвигалась, а не было возможности проконтролировать, то основная масса пчелы уходила. Они же уходят на кормах. Надо просто эту рамку берешь и ставишь по ходу пьесы, в какую сторону они двигаются, туда и ты эту рамку переставляешь. Поэтому, если у тебя на рамке вот такие мелкие, там три, с одной стороны три, и с другой стороны три, шесть, на одной рамке шесть, то этих только две вы можете сделать. С одной стороны две, с другой стороны две, четыре матки. Но у меня нету в таком количестве. Они могут приходить за зиму, эти матки еще могут приходить. И в чем удовольствие, то, что вот, например, семья уже очень сильно сократилась, и ты реально понимаешь, что они не дотянут до весны. И так как у меня все малыши, они зимуют рядом с большими семьями. Вот сейчас, сегодня я наблюдал такую картину интересную. еще две недели назад, у большой семьи было много пчел, и когда уже малышей я подсоединил, они, когда поджались, сегодня я посмотрел, у малышей очень много пчелы, а у большой очень много сократилось. Хотя тряпка до пола, как я объяснял, тряпка до пола. Но вот каким-то образом с большой семьи пчелы перешли к малышам. С чем это связано? У меня это в первый раз, это кухня. Если бы матка погибла, то все бы ушли. А так как получилось сейчас 50% здесь и 50% здесь. Вот такой нюанс сегодня в одной семье. И поэтому у меня все малыши, они прикреплены к большим семям. И поэтому, если уж дойдет до того, что надо матка не дотянет до весны, то вот вы рамку берете. Она всего будет одна рамка, вот такая рамка. И здесь будет всего маленький пятак пчел. Прям целиком этот пятак закрываете, продавливаете. Рамка-то мягкая. Продавливаете. И с этой рамкой берете и ставите ее в третий. Ну, не прям вот в середину. А вот вы же видите, когда клубень, он двигается в какую сторону? Или влево, или вправо. У меня всегда, я так конструирую, чтобы он у меня всегда двигался в правую сторону. Поэтому я знаю, что это я с осени же, я вам говорю. Я матку оставляю в левом краю, а расплод в правом. И потом, когда расплод выходит, уходит к матери, то потом весь клуб начинает двигаться только в одном направлении. Он никогда не развернется и не пойдет обратно. И поэтому, по ходу, как клубень уходит, вот сюда вот вы подставляете рамки. Рамки уже, которые вы прикрепили, эту матку вот так прикрепили. И в ясли закидываете. И не бойтесь, что есть большое пространство, там почти по два сантиметра между рамками. Там становится очень много пчелы. И не думайте, что вы с чем-то испортите, или что-то будет плохо, ничего не будет плохого. Все это действует. И самое главное, чтобы эта большая семья сама не стала сокращаться. Потому что декабрь месяц, он тоже со своими сюрпризами. Поэтому на рамку вы обязательно... Вот в этих уже в зиму. Если вы хотите в зиму вот эти продолжать делать, то надо вот здесь с боков пятерки просверлить. Вот вместо вот этих вот маленьких пятерки дырки сверлишь. Потому что вот отсюда пчела плохо проходит. Она заходит с боков. И вот сюда в первую очередь, когда вы забиваете корм, обязательно сюда забиваете корм. И здесь дырки, которые вы просверлили сбоку, чтобы пчела начала ходить сюда. Потому что очень часто бывает такое, что пчела не кормит мать, и она не хочет сюда заходить. А так как вот здесь мед, она начинает туда заходить. Вы заставили ее, она за медом туда заходит. И не забывайте вот это место, вот сюда изоленту заклеить, то есть с внутренней стороны. Потому что мед, у меня он теплый, и пчелы его отсюда съедают. Отсюда вот снизу они съедают. И здесь не станет меда. Поэтому вот сюда, когда мед забьете, то пчела начнет с боков заходить, и она, хочешь не хочешь, она сюда проходит, потом начинает подниматься к матери, мать сюда спускаться начинает, и начинается взаимосвязь. Не забывайте, обязательно сюда мед забивайте. Но вот в этих вот штучках, с ней очень много мороки. И, как правило, с голоду здесь вы не сможете. Вообще, в южных странах, там, где уже в феврале, можно спокойно залазить, контролировать, нет проблем. А у нас это процедура аж в апреле. Это если позволит погода, то в апреле. Потому что бывают годы, когда до 10 мая сугробы стоят по 3 метра. Это было раньше, сейчас последние вот 5-6 лет уже нету таких мощных сугробов. Но холодрыга, нет возможности подойти к пчелам. Но в том году я помню, что я делал осмотр, это был март месяц, или март, или конец февраля, или был март, первый осмотр, там, где у меня пчелы обосрались. Так что вам, наверное, понятно, что вот эти в зиму лучше не оставлять с голоду. Вы будете постоянно контролировать пищу. Даже получается так, что они мать приняли, но по каким-то причинам они ее не кормят. И мать погибает с голоду. А вот на этих штучках, вот на этой большой, вот смотрите, какая разница. Она в три раза больше. И так как, почему мне эти нравятся, отсюда, у меня еще ни разу отсюда, у мать не вышла, даже мелкая мать, она не вышла наружу, потому что, если вы посмотрите по кругу, видите, здесь есть кант, он не просверленный кант. И здесь он не просверленный. Вот отсюда пчела заходит, а мать всегда крутится по кругу. Вот здесь она вот, она вот тут вот крутится. И вот сюда никогда она не может. Это, во-первых, она скользкая, это пластик, он скользкий, и она не может удержаться, мать большая. И она, я не знаю, может она удержаться, не может, но факт то, что вот у меня, вот отсюда у матери никогда еще не вышли. Зато вот отсюда они спокойно выскакивают. Так что, вот эти нюансы, если все это вот это вот соблюдать, то 99% до весны вы, все опять-таки от корма. Может получиться так, что если здесь будет очень много пчел, и они не будут выходить наружу, то здесь очень, когда закончится в феврале месяце корм, то они тоже будут с голоду пухнуть. Может получиться так, что они с голоду рухнут. Так что, вот эти нюансы надо соблюдать. Так что, я надеюсь, что то, что я сделал сейчас до марта должны они дотянуть. Но я все равно буду по возможности, когда температуры будут минус 5, в декабре минус 5, от минус 2, минус 3, минус 5, минус 7, я буду посмотреть, что происходит. Меня волнует только один вопрос, чтобы у них был корм. чтобы он не закончился. На рамке, если он закончился, то значит, вот здесь он закончился, то ты чуть-чуть сдвигаешь, вот он здесь закончился, вот здесь раз, а вот здесь два. Вот здесь его закончился, но по клубу, или клуб слева сидит, или клуб справа сидит, это тоже большая вероятность. Поэтому по клубу бывает так, что по срокам они очень мало израсходовали, допустим, они очень мало израсходовали, то продолжение можете вот эту вот подсунуть, уже мать закрыть под нее, именно на медовое место, новое место, эту сдвигаете ближе сюда, лепите, а эту сдвигаете сюда. Клуб сидит здесь. почему именно у меня надежда на клуб, потому что, когда они этот, как там это, биос, или чего там, пчелы полусонные, на шапке они очень активные, а вот то, что внутри, они практически, никаких движух у них нету. Поэтому на шапке, конечно, было бы неплохо вот такую вот держать, чтобы ты сверху ложил. Пчелы отсюда проходят, заходят, выходят. Но, опять-таки, я говорю, что это клуб может сдвинуться так далеко, что во-первых, не обогреется вот эта штучка, и здесь очень тоже быстро корм заканчивается. Они с голоду умирают. Так что на этом пока-пока. Всем привет.